МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я далеко уехала? Хочется стоять на месте. Нет, худка с кожица. Запрошаю вас усоправдное подороже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пропановую провести опошние тыдни лета с корыстой для здоровья и кишени. Я выправляюся у вандроку по Менской области на ровары. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я накировуюся в город Узда. Проезжаю городы Фаніполь и Дзержинск. Худка покажу вам одно незвычайное место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В недавних отшасов будинок, где ранее была школа, перетворился у соправдную славутость. Мясовые жихары приходят сюда, как у музея. Пропрошаю вас в вандровку по свечешной ману фактуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы делаем свечи, которые нельзя сделать механическим способом. То бишь, если сказать тот же Китай, какие-то большие европейские фабрики, они такие свечи не могут сделать на станках, потому что они уникальны. Каждая свеча отличается по размеру, по весу, по оформлению, по использованию каких-то материалов в оформлении. И не хотелось бы просто уходить в механическую обработку. Я считаю, что тогда свеча теряет какую-то свою неповторимость, душу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паводлики старышных звездок, первые свечки вырабляли сало. А маэстры узинской ману фактуры вырабляют свечки у выгляде сало. И это ноу-хау. Больше не дел в свете, вы такого не убажите. Зарабить такую свечку довольно складано. Треба залить до восьми слоев парафіну розного кольору. Коли ковалок высыхает, его посыпают кропом. Нам рассказывали ситуации, когда свечи ставят на стол, где-то приходят в гости, дарят. И когда там хозяин достает нож, пытается резать, там получается очень интересная ситуация, такая смешная, что это, кажется, свеча, а не сало. Одноичный роман зауважил, что на белорусском рынке мало пригожих свечек. И сам вырешил сделать что-то неполторное. Спочатку он дарил свои вырабы сябрам. И только потом задумал открыть целую ману фактуру. Для творчества в этой справе между уняма. Чем только на нее пригоживают свои вырабы. Я так сама попробую зарабить неполторную свечку. Каб зарабить одну свечку, треба обойти некольки покоев и попрацовать с розными майстрами. Роман, я готова пошла спраться. Добро. Для начала нужно насыпать парафин в плавилку. Добро. То бишь, вот берете парафин, открываете здесь емкость и туда нужно насыпать. Насыпайте. Опа. Все отлично. Важно плавиться одразу. Пока ли парафин плавится, треба узважить фарбу. Александр распавел мне, что на 10 килограммов парафина треба 5 граммов фарбы. Много? Да. Вот так. Примерно. Еще чуть-чуть. Два, семь. О! 4,92. Я еще трошу. Чуть-чуть. Все, хопите. Вот это форма для шара. Свеча будет в форме шара. Вот это лейка. Через лейку нужно наливать медленно, не спеша. О, все, свеча залита. Молодец. Вы залили первую свечу в своей жизни, наверное, да? Теперь парафин мая высохнуть. Займе гэта некальких адзинов. Першые свечки з'явилися у часы Роскви Турымской имперы. Але гэта свечки имели неприемный пах, бурабили их живельных от лучшу. У середня вечи, калі пачало развивац апшалярства, з'явилися пасковые свечки. Яны были вельми дорогие. У канцы 19-го стагодзе вы дворчай свечек зробіла я шеядзен крок наперед. Бо мінавіта тады, з нафты исландцу отрымалі парафін. З ягое робять большай сучасных свечек. Кабу ставить кнот, звернемся до іншого працовніка, Віктора. И подається, што наша свечка ўжо готовая. Але гэта незвычайная мануфактура. Напередзе – самый адказный і самый творчий етап. Субтитрувальниця Оля Шор гэта будынок дзявіўся іще ў перші палобі 19-го стагодзе. Навасторожіла не памятаюць, што тут містілася. Гадоўма толькі, што ў пасліваєнная гады, гэта була школа. Рамана трымаў гэта будынок, каў ём не було ні електрышнасті, ні воды. Тепер ўсе ведаюць, што гэта мануфактура, де отбываюцца заправдныя свечешныя отсуды. ДИНАМИЧЕСКАЯ Оля Шор ДИНАМИЧЕСКАЯ Оля Шор Сё нюшня на дворе спробуецца псаваць наші здынкі. Але нічого не трымаецца. Я ведаю, які ад пашына к нам падыдзе. Праўваходзе ў гэта памяшканне можна здзівіцца, бо траса Картанг-клуба выглядае доволі брутальна. Але штості подказвае, што акурат у такім антуражі можна палівась на вострое пачуўті. ДИНАМИЧЕСКАЯ Оля Шор Личіцца, што ўзявленье Картангу, гэта заслуга американських лётчиків, які шукали забаву між політами Польша з другого сусветлі Райні. Тоді ніхто не може подумати, що праздне кількі роки гадоў їхня забава перетворюся у популярний вид аутоспорту. Катались? Не каталась. Не боитесь? Не, я хочу поспробувати. Чё, приходите, садіте. когда поедете газ до конца не нажимаете чуть нажали если даже постоянно будет чуть-чуть держать картинг будет постоянно разгоняться ну первые круги проедете посмотрите там управлять добра прокатный картинг доступен для всех охвачек фактично гэта одинная макшивость для звычайных и человека пашутся пилотам гоночных а болит а в опыте рованье полу взрос не мае значение на трассе дужиней у 350 метров для кожных охопить экстриму новичкам доводится отделить дорогу с гиншими рейсерами и уразаться у охороджу працовники картинг клубу вертаюсь лихачоу на трассу доволи хутко если выполнять требования которые инструктор перед заездом инструктирует вас говорит то ничего серьезного с вами пишется не может катайте свое удовольствие соблюдайте меры безопасности первый шаг формуле один готов на сегодняшний день лезни полова пилота формула-1 починая свою спортовую карьеру миновито захопление картингом нравится когда девушек одеваешь они очень пугаются изначально некоторых даже приходится заталкивать говорят за этот картинг ну после чего после пару кругов их даже не вытянуть настолько нет адреналин это все пробует очень здорово и нравится ощущение великолепно после гонки вы можете отримать винники за езду и отпадшить у кафе у гэтым будинку есть и иншая забавы пропановую завятать от тир на дэшоу третий день моего подороже поменской в области сегодня на двор и дозволила мне выправиться увеску семкова что месяца за двадцать километров от менску на ней запросил у гостя один незвычайный человек то ли на вид из усих боков ягоны заняток залежит от настрою и он может лихачить на своим чопперы у одиноте а мужа разом сябраме грать блюз али меня не виталик затекали у яг маэстер что вырабляет девосная речи с древа добрый день добрый день нефть это что-то чужеродное то что достали глубоко из земли а естественно это то что человека окружает он дотрагиваясь до дерева до естества приобретает понимание скажем природное приятно заниматься именно проталкиванием дерева в нашем к сожалению синтетическом и технократическом обществе виталик придумал шмат незвычайных дровляных речо у сероди их стыльовые альтанки и ровер с бамбуковою рамою все лето майстер жадай зробите ше и бамбуковый электромобиль шмат цикавых речо у можно убачить и уменской кватеры виталика кожная дровляная речь ухэтым покоя мая свою историю хэтая дизайнерская шапка к листья была бочку и якую виталик знайшел у вязковым сметнику хэта ксама я кистол а дровляная кола йон провел знямечены ахэтую шафу йон цалком зарабил своими руками каждый чек может приобрести понимание то есть сделать все своими руками потому что ничего в жизни невозможного и сложного нет самое головное что мастер запонтанности делится своими сократными захватными а малюсе и гонные знакомые так сама пошли працевать с древом теперь виталик допомогаяся бруда працевать дровля на рукамынник все молодец еще дошлифовать хорошо можно будет тогда нормально пропоновую скоростать за этой макчимости и доведаться як сковалку древа зарабить предмет интерьеру а вот с этого мы сделаем сегодня подсвечник ну вот мы будем рассматривать эту коряжку повнимательнее вот тут как раз если посмотреть что внизу есть плоскость то есть место вот как раз и свечечка у нас наверное здесь можно сделать срез и поставить у нас несколько свечей и одну на свечку может быть сюда может быть вниз сюда поэтому но здесь для того чтобы они стали нужно подготовить поверхность значит это надо взять топорчик и здесь аккуратно срубить катя должна попробовать поэтому попробуй катя сама я буду тебе показывать как одновременно управлять и вот так все еще не умеет а за раз можно просыпать будешь и подсвечник но на самом деле многие профессионалы в отличие от новичков пользуются электроинструментами потому что электроинструментом можно отпилить гораздо быстрее теперь я могу с гонором сказать что я умею працевать с болгаркою а зараз мы мусим гэты подсвечник спалить у все правильно подшули навито пасля опаливания древа стане казушного колеру для маэстро усягу одна година працы а мы захопляемся вынникам в праздник альки хвилина у виталик придумая новая дравляная дива мы покинем маэстро утворшим настрой а лихутка вернемся по подсвечник и новый майстер-класс нажаль на гэты наша программа мусе скончаться а я не застрянемся ровно просты дзень бывайте а